Роберт Делане Делане наиболее тесно отождествляется с орфизмом. С 1912 по 1914 год он писал нефигуративные картины, основанные на оптических характеристиках ярких цветов, которые были настолько динамичными, что выполняли функцию форм. Он считал, что живопись это чисто визуальное искусство, которое зависит от интеллектуальных элементов, а восприятие заключается в воздействии цветного света на глаза. Контрасты и гармония цвета вызывают в глазу одновременные движения и соответствуют движениям в природе. Видение становится предметом живописи. И в ранней работе глубоко укоренились неоимпрессионизм. Родился в Париже 12 апреля 1885 года. В возрасте 19 лет покинул Рансен, чтобы полностью сосредоточиться на живописи и передал 6 работ в салон независимых в 1904 году. Он отправился в Британию, где на него оказала влияние группа «Пон Авин». А в 1906 году он представил работы, написанные им в Британии, на 22-й салон независимых, где он встретил Анри Руссо. Завязалась тесная дружба с Жаном Метцингером. Роберт Герберт пишет, что период неоимпрессионизма Метцингера был несколько более продолжительным, чем у его близкого друга Деланэ. Ведь его неоимпрессионистского творчества пришелся на 1906-1907 годы, когда они с Деланэ рисовали портреты друг друга. Метцингер, за которым внимательно следил Деланэ, они часто рисовали вместе. В 1906-1907 годах разработал новый субстиль неоимпрессионизма, который вскоре после этого приобрел большое значение в контексте их кубистических работ. В 1908 году, после службы в армии, работая полковым библиотекарем, он познакомился с Соней Терр. В то время она была замужем за немецким арт-дилером, с которым вскоре развелась. В следующем году, в 1909-м, женился на Терр, и пара поселилась в квартире студии Парижа, где в 1911 году у них родился сын Шарль. Деланэ собирался выставляться в феврале того же года на выставке «Блю Рейтер» в Мюнхене и «Бубновом валете» в Москве. Это произошло в 1912 году. Кубизм был в полной силе. Я создавал картины, которые казались призмами в сравнении с кубизмом, которые создавали мои коллеги-художники. Я был еретиком кубизма. У меня были серьезные споры с моими товарищами, которые запретили использовать цвет в своей палитре, лишив его всякой элементарной подвижности. Меня обвиняли в возвращении к импрессионизму, в создании декоративных картин. Я чувствовал, что почти достиг своей цели, писал художник. Впервые объявленный дезертиром, Роберт был признан непригодным к военной службе во французском консульстве в Вегово в 1916 году. Русская революция положила конец финансовой поддержке, которую Соня получала от своей семьи в России и потребовался другой источник дохода. В 1917 году Дилане познакомился с Сергеем Дягилевым в Мадриде. Роберт спроектировал сцену для установки Клеопатры – дизайн костюмов Сони Дилане. Поль Пуаре отказался от делового партнерства с Сони в 1920 году, сославшись в качестве одной из причин на ее брак с дезертиром. Когда разразилась Вторая мировая война, Чета Дилане переехала в Авер, пытаясь избежать вторжения немецких вон. Здоровье его ухудшилось. Он умер 25 октября 1941 года в Монтелье в возрасте 56 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике движения «Парижская школа» Роберт Дилане. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok